сегодня все у меня на кухне сегодня я сегодня буду готовить имам байлды не знаю это говорит он турецкое блюдо народ готовится из вот таких синеньких баклажанчиков да надо брать вот такие вот баклажанчики но если у вас есть большие что берите большие я выбрала маленькие чтобы было удобно кушать вот что мы будем делать вот столько вот у нас баклажанов вот так вот видите ну примерно здесь 800 грамм так вот на на вес такие вот четыре больших луковицы вот такие две штучки чесночка сюда надо свежие свежие свежую петрушку у меня нет у меня сухая петрушечка я потом положу сухую петрушечку чуть-чуть покрошу вот так покажу вам и паста томатная томатный сок классическая в греции вот такая вот паста помару фирма но это греческая паста она заготавливается на пелопоннесе видите пелопоннесу так что мы начинаем делать мы почистили их видите отрезали их хвостики берем водичку кастрюлю и ставим ее на газ на газ на плиту кого что включаем и можем отвариваться наши наши синенькие туда как только закипит водичка мы туда сложим наши синенькие все оставайтесь со мной и увидим что же будет дальше дать все синенькие мы туда служим нашу кастрюлю кипает мы ложим сюда наши синенькие как говорится да девочки чем больше берете синеньких тем больше вам надо лука все оставляем их варится ну пока они не станут чуть-чуть мягковатый но не развариваются опа здесь мы поставили масло сейчас у нас уже за завелось масло перед когда эти варится но бы я уже сказала чем больше мы берем синеньких тем больше лука это блюдо состоит из того что надо вот так вот соломочкой мы его режем поплачивать чуть-чуть ничего страшного кто любит плакать обливайтесь горючими слезами кто не любит плакать терпите вот такой соломочкой в такой же технике порежем и чесночок вот так мы порезали наш лучок вот так мы порезали наш лучок лук ложится в кипящее масло в очень сильно кипящее масло чтобы луковицы сразу начались жариться и были как сказать не дали много воды так мы все у нас они готовы мы сейчас и будем вытаскивать вот они такие надо чтобы они у нас были мягковатые да вот они стали мягенькими все хорошенькие вот и мы сейчас будем вытаскивать их на противень чтобы они чуть-чуть подстрели наша масочка уже разорвелась вот так вот питаем наши луковки и луковичек надо обжарить обжаривать они хорошенечко чтобы были вкусненькие мягенькие и классные луке вот почему так много лука скажете вы это это еще немного надо еще может даже больше потому что лук сейчас он станет мягкий и он варится и потом его будет совсем-совсем мало поэтому лука ложат много в это блюдо это блюдо состоит из лука чесночка баклажан и маслечко чтобы положить не чесночек куда соломочкой ну вы как хотите режьте лучок и чесночок это уже ваше дело как вам нравится мы тоже вытряхаем сюда чтобы тоже жарилось видите масло почти испарилось видите как мало масла стал можно побольше даже маслечка положить все оставляем жарится мы ведь вот так вот мы разрезаем наши баклажанчики с одной стороны мы их режем здесь не до конца и здесь не до конца и чтобы ножик не выходил с этой стороны не насквозь называется да у нас здесь вот так вот вот так мы их открываем чтобы они были у нас вот такие открытые каждый баклажанчик вот так вот надрезаем чтобы они осторожно они горячие чтобы ручки не сжечь вам вот так вот мы делаем каждый каждый баклажанчик внутренности никакие не надо вытаскивать они должны вот так открыться так у нас вам надо свежую петрушку у меня сухая петрушка девочки мои мальчики мои вложите свежую петрушку у меня нет свежей петрушки я положила сухую потому что она все равно размогнет это не зависит от того так наливаем этот самый немного совсем немного чтобы она сильно такое не было ну вот так вот сколько здесь грамм сейчас скажу пошел грамм 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 граммаре ехи давай я хочу я я не вижу пошу девляпу пошу а так ладно 250 грамм вот этого самого 250 грамм я хочу опининда граммаре томатной пасты жидкой томатной пасты не такой вот густой густой а сока как сока томатного получается это стакан получается по нашим меркам на 250 грамм один стакан 250 грамм все оставляем вот это вот тушиться жариваться и жариваться и чтобы было это все красивее наш лук стал мягеньким он прожарился водичка от него испарилась остался только один этот самый одно масло и крыль и эти самые луковики все вот так вот сейчас мы будем делать у нас эти готовые наши баклажаны мы должны их теперь начинять осторожненько чтобы не про не обжечься вот сюда мы их будем начинять чем больше вы туда засунете начиночки тем лучше по одной две ложечки начиночки туда вот так вот сколько там у вас уходит это все вы должны просчитать у меня вообще достаточно получилось маслечко это вот так вот я выливаю чтобы оно было здесь ну куда там попадет уже все вот так вот больше сюда ничего не добавляйте потому что сейчас масло попадет все сюда вот такой у нас красивый вид получился вот такой у нас красивый вид получился нашей еды мы ее ставим в духовку до запекания когда вы увидите она уже начнет совсем быть запеченная все это красивенько покроется чуть корочка и будет запечена потому что баклажан у нас готовый лук у нас готов номер примерно 30-40 минут на это уйдет у нас чтобы она покрылась корочкой было ароматно и классно все вот это вот все простое классное мы ставим в разогретую духовку до 200 градусов до готовности 30 минут ну самое больше 40 минут все все мои готовы вот они 45 минут простояли у меня в духовке ну вот видишь чуть-чуть я просмотрела 40 минут точно надо так вкусно пахнет когда вы жарите лук не забудьте посолить поперчить как вам надо добавить свои приправки любимые я не ложу я не перчу не солю потому что знаете кушаем и не соленое не перченое кто хочет потом в тарелке солит и перчит вот так вкусно это получилось обалденно запах стоит вы просто представить себе не можете как ароматно пахнет так кто не кушает мяско кто вегетарианец это самое такое классное вкусное блюдо да Дзин вкусно пахнет вкусно Дзин все до встречи на моем канале готовьте очень просто очень быстро на приготовление потратите час лучок 15 минут и все жарите и варите 10 минут когда варится маклажаны жарится и лучок жарится все режется и 40 минут в духовочке час у вас потратится на это блюдо но зато пахнет ну а Китька подойдите к столу можете подавать к мясу можете подавать к рыбе можете подавать к рису можете подавать к картошке к кому угодно, к чему угодно. На праздничный стол, на простой стол, на обеденный стол. Все вам подойдет и все будет обалденно. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»